Топ-5 монет, которые я бы купил перед обвалом биткоина, как вы знаете, обвал биткоина будет у нас перед халвингом, это исторически подтверждено, и нужно понимать, что сейчас биткоин вырос, да, это было бы блеф и смех, что биткоин обвалится, если бы он не вырос на 200% с момента декабря 2022 года, когда тот нашел дно. Но, напомню, вам было 15,5 тысяч долларов, и биткоин практически сделал уже 200%. В то же время некоторые альткоины себя хорошо показали, такие как Solana, сделав 10x, а другие альткоины себя еще не показали. Так вот, сегодня мы поговорим о них, что если купить их и заработать перед обвалом. Ну что, погнали. Но, собственно, на 5 место я бы поставил Polkadot, довольно-таки интересный проект. Стоит отметить, что здесь у нас пик был 50 ярдов, то есть выше 50 ярдов проект набрал на бычьем рынке, и изначально там его стоимость, то есть именно проекта в цене, было там порядка 4 долларов, когда он вышел на биржу. То есть нужно понимать, что действительно разработчики, те, кто там принимали участие в токен-сейле закрытом, они имеют до сих пор огромное количество иксов, то есть 10x, 5x у них спокойно есть. Почему? Потому что, во-первых, центы, да, то есть имела монета стоимость свою, когда был приват-сейл, токен-сейл и так далее. А во-вторых, то, что сейчас, если мы будем распекулять именно составляющую, им, в принципе, прикол гнать еще цену наверх и, значит, развивать проект. Если мы говорим про проект, то в целом, то есть кратко, да, скажем так, то есть ближе-ближе все-таки я буду здесь акцентрировать внимание на графике, но тем не менее, здесь нужно понимать, что полкодот, многие путают, там, называют это лейер 1, лейер 2, но на самом деле это лейер 0, да, и он известен как метапротокол уровня 0, поскольку он лежит в основе и описывает формат сети блокчейнов уровня 2. То есть, по сути, когда люди говорят, что это лейер 1, нет, это лейер 0. И нужно понимать, что здесь он ссылается своим прочейном, то есть и по сути тем, что он может соединять там блокчейны, да, и тем самым вот сердце полкодота, оно помогает создавать консенсус, совместимость и общей безопасность сети различных цепочек. Ну и прочейны это независимые цепочки, которые могут иметь свои собственные токены и быть оптимизированы для конкретных случаев использования. Сказать, что проект вообще там применяется, повседневная жизнь и так далее, там подобное, вот лично, в принципе, я с ним не сталкивался, мне не доводилось с ним, в принципе, работать. Но нужно понимать, что чисто по графику проект довольно-таки очень хорош, то есть он, в принципе, сейчас от своего дна вырос только на 159%. Ну вот, почему я говорю только, потому что здесь монет, которые там, как Solana сделали 10x, хотя вот некоторые люди сравнивают Solana и Dot, Polkadot, да, говорят, что они похожи. Ну, то есть на самом деле здесь есть часть правды, здесь есть часть неправды. Ну, то есть Solana тоже падала там на отметку 8 долларов, затем она начинала вверх идти, но это вот чисто график, что похоже, да. Также похож Polkadot на ICP, про ICP тоже расскажу. Если мы говорим про Polkadot, то на неделю тайфрейме, что мне интересно, то что здесь мы торгуемся над, значит, 50-й мувингом, о том, что говорит, то что здесь действительно формируется такой бычий дождь забег, то есть когда инструмент выходит за 50-й мувинг, более того, закрепляется и идет выше, это определенно всегда хороший рост. И причем это все происходит на неделе тайфрейме. Также нужно понимать, что у нас есть сопротивление сейчас, которое мы уперлись, это 7,5 долларов. То есть если эта неделя будет закрыта, значит, выше 7,5 долларов, то следующая цель у нас будет 9 долларов. И, в принципе, здесь также нужно посвятить уровню, там, внимание, 10 долларов и 20 центов. В принципе, его выделим, можете, в принципе, себе записать. И, значит, последний, как по мне, уровень, чтобы не жадничать, чтобы забрать прибыль, это, ну, все-таки 12 долларов. Не мудрено, что проект может пойти и выше, но здесь мы спекулянты зарабатываем и хотим заработать до холдинга биткоина, до того, как, в принципе, он навернется. И, соответственно, здесь мы видим, что определенно с текущих, то есть с текущих, если мы берем, значит, полкодот, грубо говоря, по цене 7 и 23, то мы можем рассчитывать на отметку 10 долларов с чем-то и это будет примерно 42%. То есть, грубо говоря, 50% мы с вами можем здесь достать, ну, это, скажем так, железобетона, я бы сказал. Следующий проект – это интернет-компьютер. У него графики довольно-таки интересные. Интересен тем, что монета вообще падала с сущих там верхов, да, и, соответственно, ее там стоимость достигала изначально там 400 долларов и 200 долларов и 100 долларов было. Но нужно понимать, что таким образом была и монета на рынке и есть Zcash, да, то есть изначально Zcash 1 стоил там 5 биткоинов, по-моему, да, и сейчас Zcash имеет стоимость 30 долларов, а биткоин 42 тысячи долларов. Вот вам и вся разница, да, то есть стоимость здесь можно нарисовать какую угодно, то есть график похож на график Chia, и нужно понимать, что вот этот четвертый проект, интернет-компьютер, он, в принципе, тоже интересен, его также сравнивают с вот этими новыми проектами, типа Polkadot, типа, значит, Solana, но нужно понимать, что это блокчейн интернет-компьютер, включает в себя радикальное преосмысление, конструкция блокчейна основана на инновациях в криптографике. Если мы говорим про график, то график, значит, это четвертая монета, значит, вот он здесь, монета уже, то есть сегодня выросла там на порядка 30%, и что самое интересное, график вот практически повторяет то, что было у Polkadot, да, то есть здесь мы видели, что медвежий рынок 22-го года, как и Polkadot, значит, эта монета спускалась, ушла за 50-й мувинг на недельное время, но затем начала выходить, выходить, и вот, пожалуйста, вышла на 9 долларов. Здесь, соответственно, она поднялась с 2,5 долларов, грубо говоря, и уже, в принципе, у нее доходность повыше в текущий момент, нежели у Polkadot, то есть она чисто мне 200% сделала. Поэтому здесь, кому интересно, тоже можете рассмотреть монету чисто спекулятивно, если мы говорим про уровни, то она тоже уперлась в сопротивление, вот, пожалуйста, она есть 9,38, и если монета его пробьет, то следующий уровень, который мы можем с вами увидеть, вполне увидим, то это уровень 15 долларов. То есть здесь тоже, в принципе, 50% можно забрать, но при условии, что монета, значит, пойдет выше. Если мы говорим про Polkadot и эту монету, то Polkadot, как по мне, ну, безопаснее, нежели эта монета. По токеномике тоже все чисто, я проверил, на самом деле, нету ничего такого критического, инфляционного, чего бы там, например, как на Луне, да, то есть на Луну в свое время я праговал, она там была, значит, долларов 7, когда она пампилась осенью прошлого года, а в этом году она там еле-еле преодолела доллар, потому что влили, по-моему, 600 миллионов монет туда. Поэтому вот такие дела. Дальше идем, эфирен классики поставил на третье место, почему? Потому что здесь все довольно-таки просто, когда у нас эфир перешел на пост, то есть здесь мы увидели дикий переход, потом спустя время майнеры определились, какие монеты им майнить. Ну, то есть на самом деле на вкус и цвет вообще нет, то есть может кому-то эфирен классик не очень, да, он перешел, там, на рейвель коин, да, то есть на ворону, может кто-то майнит другую монету, кто-то за кэш, там, может еще что-то. То есть нужно понимать, да, то, что не все еще монеты майнят, значит, на видеокартах, поэтому здесь нужно понимать. И, соответственно, что мы увидели? Мы затем увидели, значит, спад хешрейта, но хешрейт, как ни крути, он выше, нежели был, значит, в 22-м году. Если в 22-м году был, там, 21 терахеш до пампа, грубо говоря, да, то когда начался хайп, мы увидели, значит, 236, и сейчас это 115. То есть, как ни крути, в 5 раз хешрейт вырос, и он еще растет, то есть он пытается восстановиться, и тут еще мы видим 150 терахеш, как ни крути, майнир, то есть возвращаются, некоторые из них переосмысляют, что нет смысла, там, майнить какие-то щитки, нация за доходностью, и они, в общем-то, забивают, как говорится, большой и толстый, и продолжают майнить, там, эфирен классик. Поэтому, в принципе, с точки зрения того, как, например, домашнего майнера какого-то или промышленного, то есть, как ни крути, они сидят на эфирен классике. То есть, ни одна монета после, значит, того, как эфир перешел на пост, не показала такой всплеск хешрейта, как, в принципе, эфирен классика. Говорим про цену, давайте, в принципе, цену найдем эфирен классика. Стоит отметить, что эфирен классик, это та монета, которая, кстати, обновила свой хайп в 21 году, до этого монета вообще никому не нужна была, там торговалась около 4 долларов, и затем памп ее последовал на 177 долларов. То есть, доходность здесь была просто громадная, огромная, и это до того, как, в принципе, эфир начал переходить на пост, то есть, тогда про пост вообще никто не знал. И, соответственно, здесь вот 4000% пожалуйста монета сделала. Сейчас, значит, ее адекватная цена и дно мы видим, что она неоднократно, значит, приходила к отметке 13 долларов. В рамках роста с данной донной отметки, данного донного уровня она сейчас имеет, значит, прибыльность 68%. Если мы говорим про, естественно, дальнейшую ее судьбу, то есть про то, как она дальше будет себя вести, то я считаю, что так или иначе вот эти сложности, этот хешрейт и так далее, то есть он даст о себе знать и майнеры так или иначе будут сливать крупные майнеры промышленные на высоких ценах. Высокая цена, как по мне, это 100 долларов. 5 иксов здесь на эфире классики легко сделать. Но с учетом того, что, в принципе, у нас есть шанс обновить и даже хай 170 долларов, который был в 2021 году, то я считаю, что и 250 и 300 долларов за монету можно ожидать. Но это очень активистические такие ожидания и нужно понимать, что, например, есть параллели, когда сравнивают, что при текущем хешрейте, то есть цена эфира в свое время, она была там примерно 300-500 долларов, а то и даже больше. Поэтому есть над чем задуматься, поэтому если вы майните эфир классик, то держите. Если вы хотите, как спекулянт или инвестор, прокатиться до хауинга, то я считаю, что здесь навряд ли будет какая-то сверхприбыль. То есть максимум, куда можно ожидать монету, то там район 38 долларов, возможно 40 до хауинга. Но больше лично я не ожидаю. Ну и на первом месте я бы поставил EOS, потому что это такая даже темная лошадка рынка криптовалют. То есть нужно понимать, что EOS в момент своего выпуска, пресейла и так далее вообще имел стоимость доллара. То есть те, кто заранее покупали EOS, они не могли купить его там ниже доллара, что такое, да. Или же, по крайней мере, те, кому это удалось сделать, они в итоге, в принципе, если просидели в EOS, да, то они имеют, в принципе, такую цену, как имели в 2018 году. Нужно понимать, что на проекте очень много, значит, других проектов, которые развиваются. Хорошая пропускная способность у него. По-моему, даже USDT есть в сети EOS. Даже и такое есть. И нужно понимать, что здесь, по сути, как бы Дэн Ларнер, он забросил этот проект, как и BitShares, как и Steam. Но этим проектом занимаются другие люди. Ну, то есть это параллельная ситуация, как Луна от Эра Луна, да. То есть до ПО, по сути, его отстранили. Там занимается другой SEO. И там вообще занимается Луна Классик, другая команда. Но это не дало, в принципе, Луне право там стрельнуть на несколько иксов вот недавно практически. Поэтому нужно понимать, что EOS довольно-таки интересный проект. Нужно понимать то, что здесь, то есть если мы берем график, то график очень крутой. То есть мне лично нравится. Мы, значит, как и все остальные монеты здесь рисовали дно. В итоге провалили. Потом еще раз, кстати, провалили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Киты, то есть Крупняк, он всячески выдавливает хомяков из монеты. И здесь было, в отличие от других монет, несколько провалов. То есть если некоторые монеты сдержали дно и там, в принципе, не давали себя провалить, то здесь вот получается, что у нас был вот провал до 60 центов в июне. И затем еще последовал провал практически осенью. Здесь мы видели цены там 50 с чем-то центов. И сейчас монета выросла на порядка там 50%. Здесь, если она выходит за 50-й мувинг на недельном таймфрейме, то получается у нас есть хороший карт-бланш с вами. Увидеть цену выше. Определенное сопротивление здесь у нас есть доллар, значит, и 23, там 27. И, значит, у нас есть также дальнейшее сопротивление, там район доллара 70. То есть, по сути, здесь эта монета, она вполне себе может иксануть. Иксануть неплохо. И там вот отсюда, если мы сейчас покупаем, район там, увидите, доллара 72 до падения биткоина вполне можно, да. И здесь нужно понимать, что еще есть 200-й мувинг. Но я считаю, что это, скорее всего, у нас будет район там доллара 87, куда мы можем прийти. То есть, вот эта скользящая, которую вы видите, да, зачастую монеты ее, как ни крути, они когда выходят с 50-й мувинг, они ее трогают. Так вот, здесь, я думаю, что вот этот 50-й мувинг в итоге будет спускаться какое-то время. И какое-то время мы будем, и вот видите, где-то здесь. И как только, то есть, это 200-я спустится куда-то сюда, в район там доллара 90, мы начнем хороший рост такой. А в целом, по трендовой линии мы вышли, да, и начинаем идти наверх. Не так, как резко и быстро, как хотелось бы, но потихоньку начинаем идти наверх. Объемы, кстати, здесь были высокие, когда был слив, а когда экстремально высокие объемы на сливе, то это говорит о том, что здесь реально, то есть, выкупал тот, кто был с стороны покупателя крупный, да, и, соответственно, сейчас у него, ну, имеет смысл, в принципе, тяночь цены наверх и распродать хомякам ее. Потому что хомяки разверились, потому что проект, ну, по сути, он как там стоил в 2017 году, значит, доллара, а сейчас стоит еще и ниже. И нужно понимать такую вещь, что действительно многие, то есть, разочарованы. А когда такое случается, когда, в принципе, они сливают свои монеты, и такая монета оказывается в сильных руках, да, то есть, в китовых руках. То, соответственно, крупняку есть смысл гнать цену наверх, что, в принципе, как по мне, он и будет делать. Вот такие дела. То есть, это вот 5 монет, которых бы я купил до, значит, обвала биткоина, потому что вот эта эйфория и вот этот биткоин по 42 тысячи долларов, пускай даже по 50, если он сходит, это ненадолго. То есть, нужно понимать, это ненадолго. Сейчас монеты забросят наверх, а потом их будут сливать. Потому что если сейчас, например, взять какую-то монету, которая не росла толком, да еще и если сейчас начать сливать биткоин, ее просто втопчет в пол. Ну, такое, в принципе, маловероятно, потому что, скорее всего, такая монета, она успеет вырасти и будет затем сливаться со всем рынком криптовалют. Поэтому вот такие дела. Ну, а с вами был Криптовалют, всем до свидания и до встречи.